Жизнь в красно-зелёных тонах. В стране отмечают 30-летие Конституции. Очень волнительный для меня день. Что гарантирует главный документ? Опасные рельсы. МВД напоминает о внимательности на железных дорогах. Органами внутренних дел проводятся профилактические мероприятия. Какие правила важно соблюдать? Заряд информации. В Бавруйске прошли диалоговые площадки с трудовыми коллективами. Военная доктрина была сделана с учётом международной обстановки. Почему важно быть в курсе событий? Пир на весь мир в городе отметят Масленицу. Это праздник всеми любимый. Где развернутся гуляния. А также активное сотрудничество, выбор профессии и забота о климате. Беларусь примет участие в акции «Часть земли». В чём суть? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Президент поздравил беларусов с Днём Конституции. Самый главный документ государства празднует юбилей 30 лет. Александр Лукашенко отметил, важно то, что мы имеем сохранённые народные богатства и суверенитет, рост благосостояния населения, мир и покой. Конституция даёт возможность достойно жить, развиваться, чувствовать себя в безопасности, реализовывать самые смелые планы и начинания на родной земле. Всё, как и должно быть в современной, по-настоящему демократичной стране. Наш основной закон родился не на бесплодной, пустой почве. Я бережно отношусь к преемственности и всегда говорил, что без традиций нет нации, нет государства. Это вопрос непрерывности истории народа и сохранения культурного кода. Скажу ещё конкретнее. Это вопрос нашей сакральной связи с предыдущими поколениями и теми, кто придёт после нас. Пусть Беларусь и молодое государство, но беларусы – абсолютно зрелая нация. А спорить этот статус невозможно, как и то, что наша Конституция воплощает в себе достижение многих эпох. С одной стороны, этот документ – ровесник суверенной Беларуси. С другой – результат многовекового опыта развития правовых традиций государственного строительства на нашей земле. Поэтому 30-летие основного закона – повод проанализировать весь пройденный путь. Особенно сейчас, когда человечество стоит на пороге глобальной смены эпох, как и треть века назад. Александр Лукашенко подчеркнул, несмотря на все трудности, есть веские основания уверенно смотреть в будущее. Это возможно благодаря дружной работе над последними конституционными изменениями недавней активной избирательной кампании, здравому восприятию мировых политических потрясений и военных конфликтов. Народ сделал выбор в пользу сильной власти. Своевременная профилактика. МВД Беларуси призывает граждан быть внимательными в местах движения поездов и электричек. Только с начала года на железной дороге погибли 9 человек. 7 получили серьезные травмы. Каждый третий пострадавший был пьян. С приходом весны количество трагедий увеличивается. На днях ворши местный житель чудом уцелел, перебегая пути в неустановленном месте прямо перед движущимся составом. Для предупреждения трагических ситуаций органами внутренних дел проводятся профилактические мероприятия. Среди них внедрение технических решений по ограждению наиболее травмоопасных участков, контроль за состоянием посадочных платформ и освещением станций, совместные рейды с представителями Белорусской железной дороги и добровольных дружин предприятий транспорта. Чтобы избежать необратимого, следует соблюдать правила безопасности. Пересекать пути в предназначенных для этого местах, не выходить за ограничительную линию у края платформы. Во время нахождения вблизи железной дороги стоит отказаться от использования мобильного телефона и наушников. Льготный кредит, экологическая акция и научные разработки. Ученые-селекционеры представили 20 улучшенных сортов для посевной. Какие новинки в топе? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Интеграция в рамках союзного государства. От строительства до машиностроения. Белоруссия и Орловская область намерены заметно увеличить товарооборот. Ближайшая цель – полмиллиарда долларов. Россияне активно закупают белорусские комплектующие. Партнерские отношения с Минским автомобильным насчитывает более 15 лет. Вполне возможно, совсем скоро на Орловщине появится совместное сборочное производство. 23 марта во всех вузах и колледжах страны пройдет единый день открытых дверей. Он будет организован в рамках общереспубликанской акции «Я выбираю профессию». В учреждения образования приглашают абитурентов, родителей, работодателей и других заинтересованных для получения полной информации о правилах приема, условиях обучения, особенностях студенческой жизни, трудоустройстве и профессиональном росте. В Беларуси расширены возможности для получения молодежью льготных кредитов на потреб товары. Увеличен максимальный размер. Сумма выросла с 5,5 тысяч до более чем 12. Также расширен перечень того, что можно взять заем. Теперь в нем все товары отечественного производства. Возможность предоставляется для выпускников, которые работают в сельских населенных пунктах, а также получивших профессионально-техническое образование и добровольно поступивших на военную службу по контракту. Научные новинки к аграрному сезону. Для посевной в стране ученые-селекционеры предоставили 20 улучшенных сортов. Они прошли испытания и могут высаживаться на белорусских полях. Основная ставка на скороспелые культуры. В лидерах и раньше был озимый ячмень. Ученым удалось ускорить созревание еще на неделю. Хорошие показатели показывает и пшеница осима. Главное преимущество – адаптация сортов под наш климат, в том числе к засухе. Беларусь примет участие в самой массовой международной общественной акции «Час Земли», которая традиционно пройдет в последнюю субботу марта 30-го числа. В этот день в сотнях городов мира в 20-30 по местному времени на час погаснут окна домов и общественных зданий. Исчезнет подсветка достопримечательностей. Инициатива направлена на привлечение внимания к последствиям изменения климата, необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Стратегия мира. В городе прошли диалоговые площадки с трудовыми коллективами. Темой разговора стала обновленная военная доктрина Беларуси. Обсуждение стратегического документа реализуется в рамках поручения главы государства. Одна из таких встреч прошла в стенах Бобруйского комбината хлебопродуктов. Спикер отметил ключевые аспекты проекта, учитывая все тенденции, вызовы и угрозы современности. Главный акцент сделан на предотвращении вооруженных конфликтов. Цель – это довести до всего населения нашего города, района, о том, что военная доктрина была сделана с учетом международной обстановки. Мы хотим довести, что наша республика продолжает свою миролюбивую политику и отсутствие вражденности кому-либо. Локацией для беседы также стала ЖРЭУ Первомайского района. В ходе разговора было отмечено национальная безопасность – многогранное понятие. Это не только работа сотрудников силового блока, но и деятельность людей гражданских профессий. Была подчеркнута важность документа и факт включения вопросов не только войны и мира, но и тем, связанных с развитием общественных отношений. Основной гарант 30-летия Конституции отмечают в каждом уголке Беларуси. К важному событию присоединился и город на Березине. О значимости главного документа для бобруйчан Никита Швайковский. Традиционно в День Конституции лучшим представителям молодежи города, которые имеют особые заслуги в учебе, спорте и общественной деятельности, вручили их первые паспорта. Почетные гости выступили с поздравительным словом. Ответственный день – начало нового этапа в жизни ребят. С этим документом юноши и девушки принимают часть ответственности за нашу страну, за ее будущее и настоящее. Очень волнительный для меня день. Это торжество. Я в первый раз получила паспорт. Я очень рада. Я сначала очень сильно волновалась, но сейчас все очень хорошо. И я довольна этим. Сегодняшний день был очень волнительным, но интересным и весьма историческим. Все-таки наша Конституция исполнилась 30 лет. Это очень важная дата в истории нашей страны. И мы должны ее помнить все время. Я сегодня первый раз получила паспорт гражданина Республики Беларусь. Я очень этим горжусь. И горжусь тем, что я в Беларусь. Праздник прошел и в познавательной форме. Для учащихся Бобруйского медицинского колледжа адвокаты и нотариусы провели игровой квиз. Участники более детально узнали о конституционных правах, о том, как поступать в сложных ситуациях и какие гарантии предоставляет государство своим гражданам. Все команды были награждены дипломами и медалями. Учащиеся разбираются, как лучше поступить в той или иной ситуации, что конституция гарантирует, как можно это реализовать на практике. Обычно такие квизы всегда доставляют массу положительных эмоций, несмотря на то, что сегодня, сейчас мы проводили этот квиз среди будущих медиков. Они все большие умницы и прекрасно владеют нормами конституции. Был достаточно интересный такой в рамках для молодежного движения. То есть было не скучно, было весело, было действительно интересно. Много чего с ребятами мы открыли для себя нового. Научились, наверное, более грамотно формулировать именно правовые какие-то нормы. И бесспорно извлекли для себя какой-то новый урок. Такие мероприятия достаточно крутые, классные. Они нравятся молодежи, потому что они не только дают какие-то новые знания, они также совплощают коллектив. Поэтому даже было бы классно, если бы такие мероприятия проводились почаще. Также в городе накануне государственного праздника прошли диалоговые площадки. Одна из таких бесед была проведена в стенах студии телеканала «Бобрус-360». Спикеры отметили значимость изменений и дополнений в Конституции, касающих сохранения исторической памяти и героического прошлого белорусского народа, а также патриотизма. Ведь важны ориентиры для государственной политики, воспитания молодежи и преемственность поколений. Встреча еще раз напомнила нам о том, что основной закон играет очень важную часть жизни белорусов. И пусть наша страна всегда будет мирной, процветающей. Такая тема достаточно серьезная. И иногда кажется, что вот как преподнести информацию для молодежи, чтобы им было интересно. Потому что обычно любят все развлекательные мероприятия какие-то, а здесь все-таки такое важное событие. И я считаю, что эксперты очень хорошо справились со своей задачей. Они рассказали все емко, грамотно, четко и доступным языком. Наша страна прошла сложный путь становления. Вместе с ней менялся и основной закон. За 30-летнюю историю Конституция стала гарантом мира и стабильности, защиты и развития общества. Народ отставил право и дальше развиваться как независимое государство. Новое поколение должно выбрать верный путь. Для этого есть все условия и социальные гарантии, закрепленные в главной книге страны. Ведь от граждан зависит, какой Беларусь будет завтра. Никита Шойковский, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Вкусно и с песнями в Бобруйске отметят Масленицу. Праздничный хоровод ждет жителей и гостей 17 марта в парке культуры и отдыха с 12 дня до 9 вечера. В программе театрализовано концертные выступления творческих коллективов, традиционные забавы, снятие петуха со столба, выставки и продажи работ мастеров декоративно-прикладного искусства, аллея развлечений и спортивные состязания. Ежегодно этот праздник у нас проводится. Это праздник всеми любимый. И приходит очень много людей. Все очень любят народные забавы, стол с петухом. Очень много всегда желающих заявляется на участие в этом конкурсе. Приглашаем всех жителей и гостей нашего города отметить этот праздник вместе с нами в нашем городском парке и хорошо провести время всей семьей. Приходите все, будет интересно. Будет организована торговля блины с начинкой на любой вкус, главное – угощение. Долгожданные события – сжигание чучела зимы. Также в это воскресенье бобручане смогут прокатиться на аттракционах, которые начнут работу с 11. Как похудеть к лету и что важнее – сочный бургер или идеальное отражение в зеркале? Сразу после выпуска новостей зумеры онлайн. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!